Начала сначала. Нет ни одного человека, которого любовь обошла стороной, обошла мимо. И давайте попробуем понять, где же эта любовь живёт, где она живёт в нас. И раз мы говорим, что у нас душа болит или душа ликует, то, может быть, это духовные чувства. Или раз мы говорим, что у нас сердце болит или сердце радуется, то, может быть, это наоборот. Материальные чувства человек, как мы знаем, как мы помним, создан из праха, из материального хомора материала. А Всевышний уже вдохнул в него душу, духовный материал – это душа. Так где же находится эта самая любовь, любовь зла? Я согласна с вами. Есть люди, для кого любовь зла. И поэтому давайте попробуем потихонечку начать двигаться вперёд и попытаться вместе понять, что же это такое любовь и где она живёт. Я хочу вам рассказать про одну семейную пару. Очень тривиальный рассказ. Может быть, это могло произойти в каждой семье или в любой семье. А может быть, я начала заново. Да, я начала заново, и мы сейчас начнём продвигаться. У нас есть много материала. Я надеюсь, что мы успеем. Так вот, я хочу вам рассказать историю про некую простую семью, где муж работал на очень ответственной работе, жена была адвокатом, и для неё, понятно, тоже её работа была очень важна. Но у жены был некий такой бзик, который есть у некого количества женщин, даже которых я знаю, она совершенно не могла видеть, что в доме был беспорядок. Она просто физически не могла уйти на работу без того, чтобы не убраться дома. И уже несколько раз ей с работы повторяли, грозили, что ещё одно опоздание, ещё один раз она не придёт вовремя, ей грозит увольнение. И вот в какой-то один из вечеров муж возвращается домой поздно вечером, часов в 10-11, и видит в доме необыкновенный балаган, а его жена приспокойненько себе спит. Он немножко удивился, он знает, что это не она, но он понимает, что завтра утром жена встанет и начнёт убираться, и тогда её неминуемо уволят, и он знает, насколько для неё это важно, остаться на этой работе, и насколько она действительно... Я не сестра Лолиты, нет. И насколько важно для его жены эта работа. Убираться этот муж не умеет, но любя свою половину, и чтобы она не нервничала утром, он решает сам убрать дом. С 11 вечера до 5 часов утра этот муж пыхтя, весь вспотев, испачкавшись, трудится, работает, убирает, делает всё от чистого сердца, и утром в 5 часов утра он усаживается на стул, на кухне, делает себе стаканчик кофе и сидит, кайфует. Добрый день. Сидит себе, кайфует, представляет, сейчас его жена встанет, проснётся, и какая она будет счастливая. И вот это предвкушение счастья и радости жены делает его этим утром просто необыкновенно счастливым. Хоть он не спал всю ночь, хоть он грязный, хоть он липкий, неприятный, но он счастлив. Он делал своей жене приятное. Ну вот жена просыпается, встаёт, приходит к нему на кухню, садится вместе с ним пить кофе, и заводит разговор совершенно какой-то травиальный, да, кофе все любят, заводит какой-то травиальный разговор о неких планах на день. Муж сидит на стуле и ёрзает, да, и всё он сейчас ожидает, что сейчас он видит в её глазах свет благодарности и радости. И тут он ёрзая видит, что под неким стулом одним на кухне осталось немного пыли. Видимо, он не очень внимательно убирался и не заметил её. И она ловит его взгляд, что он смотрит вот под этот стул, да, в ту сторону, и говорит ему, да-да, грязь осталась, и не только там, но и под холодильником, и под диваном. Так ты что, спросил её муж, ты видела, что я убрался? Конечно, отвечает жена. Я была уверена, что я встану, быстро уберусь, да, и быстренько побегу на работу. Ну, вот я встаю. И что я вижу? Что если раньше надо было просто быстро разложить вещи по своим местам, то теперь грязь размазана по всему дому. И вместо спасибо она смотрит на него, невероятно злая и обиженная. И он ей говорит, что же ты за жена такая? Почему ты не могла сказать мне хотя бы одно хорошее слово? Я так старался для тебя. Она ему отвечает, знаешь, мы с тобой живём в этом доме оба. И значит, что все дела между нами должны быть разделены поровну. А то, вот так вот получается у нас по жизни, что один раз я убираюсь, а потом ещё раз один я убираюсь, а потом ещё один раз я убираюсь. И так продолжается 25 лет. 25 лет я каждый день выполняю обязанности нас обоих. И вот, наконец-то, настал тот самый раз, когда и ты понял, что должен выполнить свою долю работы, свой долг. Вот я встаю утром, и ты сидишь тут, такой бедный, такой просто брошенный, несчастный ребёнок, которому не дали конфетку за то, что он размазал грязь по всей квартире. Какой похвалы от меня ждёшь? Чего ты от меня хочешь? Ты мне сделал одни проблемы? Что вы скажете, кто из них прав? Тот, кто ждёт похвалу, или та, которая ждала 25 лет, что он ей поможет? На чьей стороне бы вы были в такой ситуации? И были ли у вас такие ситуации похожие? И как вы думаете, чего ждал этот муж от своей жены? Может быть, он ждал орден, а может быть, он ждал восторженные крики, а может быть, благодарность, а может быть, он ждал уважения? Как вы думаете, чего он ждал? Человек большой начальник на своей работе. И уважение, благодарность он имеет и там, в достаточно большом количестве. он ждал, что его жена поймёт и почувствует, как он её любит. Он очень хотел, чтобы она поняла, что когда он вернулся вчера вечером, уставший со своей работы, и увидел балаган, у него в голове зажглась одна лампочка. Как сделать так, чтобы моя жена не волновалась? Как сделать так, чтобы у моей жены не было неприятностей? Ему так важно было, чтобы она поняла, что он думал и беспокоился о ней. Тут мне все пишут большое спасибо за рассказ и так далее, но мы только начинаем наш урок. Этот рассказик, это некая вводная часть в то, что мы попытаемся с вами вместе понять. Кто уже должен идти, конечно, может идти, услышав этот рассказ, но кто хочет услышать, что же такая любовь, что же такое любовь, всё-таки, наверное, стоит ещё остаться. И мы с вами понимаем, что любовь это такой некий удивительный феномен. Это некая сильная концентрация душевных сил и эмоций. И как нам понять природу этой любви? Как объяснить, для чего любовь создана, для чего она предназначена? На первый взгляд можно подумать, что в чувстве любви нет никакого особого содержания. Просто Всевышний вложил в человека некое влечение, благодаря которому продолжается человеческий род. Но тогда бы в недетородном возрасте любовь должна была бы прекратиться. Если любовь только для того, чтобы привести детей в этот мир, пришёл возраст, когда люди уже не могут рожать или женщины не могут рожать, значит, что всё, любовь ушла, прекратилась, нету. Может быть, можно было бы сравнить это с тем, как Всевышний вложил в нас чувство голода, которое заставляет нас питать, кормить своё тело, поддерживать жизнь. но я хочу, чтобы вы поняли, увидели это со стороны, что в каждом человеке есть эмоции, куча разных эмоций. Людмила, вы правы. Вот. И говоря об эмоциях, я хочу вам сказать, что любовь это одна из них. Но мы знаем, что у нас есть куча эмоций, много эмоций. Есть гнев, есть обида, есть благодарность, есть милосердие, есть сожаление, есть много разных эмоций. Любовь – одна из эмоций. Чем любовь отличается от других, да, в понимании вот этого значения. Или это всё совершенно одинаковые эмоции по своему значению и по тому, как эти эмоции работают. О любви говорят, пишут, поют, да. И очень важно, что вкладывают в это понятие. многие люди ошибочно называют известное нам чувство любовью, да. Но люди пользуются неправильным словом. Когда между двумя людьми что-то такое вспыхивает, зажигается, да, то вот эта вещь, она называется влюблённостью. это некая такая система ценностей в отношениях, когда существует взлёт, эмоциональный такой взлёт, взлёт, который может иногда даже растянуться на несколько лет, да, и даже дать людям ощущение подлинного счастья, даже обеспечить вот такое счастье. Но в какой-то момент вдруг что-то происходит, и вот эта влюблённость или потихонечку-потихонечку сходит на нету, утихает, или просто пропадает, да. И очень важно сказать, очень важно понять, что если я кого-либо люблю, что это значит? Это значит, что я хочу этому человеку дать. Я хочу быть рядом с этим человеком. Я хочу знать, что этому человеку, которого я люблю, или не человеку, да, поскольку мы говорим, что любовь это не только между людьми, между человеком и Всевышним, между всем остальным, мы сейчас этому коснёмся, да. Я хочу, чтобы то, кого, чего я люблю, там было хорошо, ему было хорошо. И тем не менее, многие из нас слышали или от своих друзей, или даже в фильмах, или читали, да, такое выражение, я так много даю, я так многим жертвую, чтобы ему или ей было хорошо. Как вы думаете, это любовь, это любовь, когда человек говорит, я так даю, я делаю для неё всё, что ж ей не хватает, я всем жертвую для неё, это любовь, вот я пока не вижу ответов, что вы видите, так, когда любишь, даёшь и делаешь, ждано и состервенением, а с гордостью и удовольствием, окей. Так вот, если мы говорим, что мы жертвуем для кого-то, то это не любовь, это называется сплошным эгоизмом, потому что если ты действительно любишь, то что бы ты ни делал, да, ты ни в коем случае никогда не почувствуешь, что это жертва, тебе будет радостно, тебе будет хорошо от того, что ты делаешь для любимого человека. То, что любит тот, кого я люблю, то люблю я, мне с этим хорошо, да, поэтому я не могу сказать, если мне от этого хорошо, что я чем-то жертвую, да, ну, вы знаете, очень известный вот этот рассказ, когда один человек пришёл в больницу и видел пожилого мужчину и женщину, и вот этот мужчина подходит к врачу и говорит, у нас болит нога, да, то есть, когда болит у твоего любимого, болит у тебя, у нас болит, то есть, боль и радость, она наполовину, это одно, да, жертвы, это когда человек чем-то от себя жертвует, занимаясь бизнесом, строя какие-то вещи, в любви нет и не может такого понятия быть. Кто-то может быть скажет, что вот я влюбилась, именно эта любовь, она и рождает желание давать. Как вы думаете, это так, это правильно, это правильное выражение, что любовь рождает желание давать. Мудрецы мусара говорят, что наши чувства, наши эмоции, это не то, что толкает нас на действия. Давайте не путать, что впереди, а что позади. Как я, как мы это с вами можем понять? Представьте себе, что вы злитесь на какого-то человека. Злость это тоже эмоции, да, или мы гневаемся на кого-то. Гневаемся мы почему? Почему мы гневаемся? Кто почему гневается? Может быть, потому что нас обидели, может быть, нас оскорбили, кто-то наступил на любимую мозоль, да, и в ответ на это мы проявляем свою эмоцию. Или мы сочувствуем кому? почему мы сочувствуем? Мы сочувствуем потому что двигает нашими эмоциями. Что? Мы не сочувствуем, а потом что-то. Мы сочувствуем потому что нашими эмоциями двигают разные обстоятельства. каждая наша эмоция зависит от двух, скажем, если правильно говорить, от двух ниточек, двух разных составляющих. И только при сочетании, именно стечении, именно двух обстоятельств, в каждом случае они свои, да, у нас возникает наша эмоция. то есть, допустим, возьмем как пример сочувствия, да, эта эмоция может возникнуть при сочетании двух вещей. Первое, это когда мы видим и слышим страдание. Если мы узнаем, что кто-то мучается, что кому-то плохо, это первая составляющая, но этого недостаточно, да, для того, чтобы мы проявили сочувствие, милосердие, недостаточно узнать, что кому-то плохо, что для этого надо, что нам надо для того, чтобы мы проявили нашу эмоцию. Ведь бывает такое, что, услышав, что кому-то плохо, мы можем даже поднять лихаем и сказать, ну, наконец-то этот человек получил то, что он заслуживает, да, я это объясню, чтобы вы неправильно не поняли. Второе условие для того, чтобы проявилось наше милосердие и наше сочувствие, это правда, это вера в справедливость, в которую мы верим, да, то есть, если мы считаем, что справедливо или, наоборот, несправедливо, что он мучается, то мы выражаем ему сочувствие. Если же мы видим, что человек получил что-то справедливо, да, то сочувствие, милосердие в нас не возникает, да. Наше сострадание включается только, когда присутствуют, еще раз повторю, две вещи. Мы видим или слышим о страдании, и мы считаем, что это не справедливо, то, что происходит с этим человеком, да. Если же я, наоборот, вижу, что может быть, да, я приведу вам сейчас один пример небольшой. Если вы знаете, есть такой рабиакива, и написано, что рабиакива радовался, когда он видел, что раби или эзер страдает перед своей смертью. Все мудрецы смотрели на него и не понимали, говорили, как ты можешь нашему учителю больно плохо, чему ты тут радуешься? И тогда рабиакива ответил, что когда он видел, что у раби эзера абсолютно все хорошо, это был очень богатый человек, в жизни у него, кроме того, что он был великий, мудрец, и так далее, все у него в жизни было просто хорошо, просто потрясающе, сказано, что у него вино не скисает, все в порядке. И я начал бояться, что Всевышний даст ему все в этом мире, а в будущем мире он не получит Ганеда Ну Лам Аббан. И поэтому увидев, он мучается, я очень обрадовался, да, то есть не было тут сострадания, потому что, да, то есть не всегда человек, который не сострадает, видя кому что больно, значит он поступает плохо, но это наше маленькое отступление, вот, тут я хочу опять вернуться к любви, эмоции любви возникает тоже только если происходят две вещи, да, и какая первая из них, и она для начала кажется центральной, кто-нибудь знает из вас, прежде чем я скажу, Людмила, я вам отвечу отдельно, итак, эмоция, любовь возникает, если я чувствую, что я получаю больше, чем мне положено, да, и именно это больше рождает любовь, я хочу, чтобы мы немножко поговорили об этом, чтобы мы поняли вообще, что я пытаюсь вам сказать, да, потому что это правило работает между всеми и по отношению ко всему, не только между людьми, да, не только между мужем и женой, ну, мы же с вами не говорим, что у нас есть отдельный сорт гнева, там, допустим, к детям, или отдельный сорт гнева к всевышнему, или отдельный сорт гнева по отношению к супругу, да, мы просто знаем или говорим, я гневаюсь, у меня есть гнев, да, так вот, и с любовью ровно то же самое, я люблю, и это равноценная эмоция по отношению ко всему, я люблю или я не люблю, третьего не дано, не то, что чуть-чуть люблю, а чуть-чуть не люблю, если вы посмотрите вокруг себя, то вы увидите, что всегда найдутся такие люди, которые скажут, знаете, вот, родители в моем детстве не додали, они мне не додали то, что положено, они не были для меня хорошими родителями, они не были для меня такими родителями, какой родитель должен быть, и вы увидите, что такие дети, когда они вырастают и становятся взрослыми, они, может быть, будут уважать своих родителей, потому что это положено им по таре, они будут шалом, здравствуйте, Они будут людьми, живущими в батарее, благочестивыми, но они никогда не смогут полюбить этих родителей. Они выполнят заповедь, всё совершенно замечательно, но любви тут быть не может. У них было ожидание что-то получить, что-либо получить, и они это не получили. Это остаётся у них в душе очень большой такой ямой, дыркой. То же самое вы можете перенести на отношения между мужем и женой, друзьями, или наоборот, может быть, сотрудниками, когда, допустим, жена ждёт что-то от мужа, ждёт на протяжении очень-очень-очень многих лет, она это не получает от него, или наоборот, муж ждёт от жены. Да, я знаю один рассказ, когда жена на протяжении очень многих лет просила мужа подарить ей цветы. Он не счёл это нужным, она ходила к раввину, она говорила, ну как же, ну для меня точно. Муж считал, что это не надо, да, а для жены это было необходимо. То есть, что произошло? У неё были ожидания, или, как мы говорим, у детей были некие ожидания от родителей, они не получили, и любовь уходит. Нет, любой ребёнок сам, естественно, он любит сначала своих родителей, он не может их не любить, он к ним привязан, он от них зависит. Если родители не могут дать ему любви, не могут, не хотят, не считают нужным или правильным дать любви или внимания, в результате от детей это тоже уходит. Бывает, да. Бывает, конечно, другая ситуация, что дети вырастают, становятся взрослыми, и при том, что не было любви на протяжении очень многих лет. Родители заболевают, дети начинают за ними ухаживать, между ними происходит то, что я вам говорила, уже зависимость, правда, в другую сторону, да. И в результате этой зависимости, да, может под конец жизни появиться эта самая любовь, когда один человек даёт другому. Да. В отличие от этого, ребёнок, который с самого маленького детства, раннего детства, просыпается ночью и видит мама, которая накрывает его одеялом, или мама, которая ему ночью готовит на завтра еду, или мама, которая, когда нет денег, она ищет и достаёт, и делает всё, чтобы он мог пойти или на кружок, или отнести в школу то, что он должен отнести, или мама, которая беспокоится, чтобы он был одет не хуже других и ходил на кружки и так далее, и так далее. Вот такой ребёнок, когда он вырастет, в нормальной ситуации он никогда не даст обидеть свою маму или папу, потому что в нём проросла любовь, он видел, что он получал больше, чем он заслуживает, и получал это не потому, а сейчас я это объясню, да, что почему и потому, то есть он видел, что мама и папа дают ему всё возможное и больше, чем они должны. То же самое с Всевышним. Тот, кто считает, что Всевышний дал ему больше, чем ему полагается. Он, да, каждый вспоминает свою маму, я согласна с вами. А с Всевышним. Тот, кто считает, что Всевышний дал ему больше, чем полагается. Это некая ниточка, это любовь, это приводит к любви к Всевышнему. А тот, кто считает, что ему не додали, ему очень-очень трудно любить Всевышнего. Он всё время недоволен, он всё время будет в сердцах и на словах жаловаться. И тут его зажимают, и тут плохо, и тут не получилось, и так далее, и так далее. И будет считать, что Всевышний что-то у него взял, должен был дать, но взял. И тут мы понимаем с вами, что может произойти нечто обратное от любви. Почему он другим даёт, а у меня забирает. Вот обида у меня к Всевышнему. Вот в семейной жизни, если супруга или супруга дают своей половинке больше, чем тот считает, что ему положено, это место, это ситуация для возникновения любви. Но тут кто-то может возразить, сказать, о, как просто, я его купил, я ему дал, и прекрасно, да. Или может наоборот сказать, что, смотри, тогда мы будем влюбляться во всех и во всё, кто нам что-то даёт. Ну вот, допустим, пришли мы в магазин, а там продают, скажем, я не знаю, курицу, рыбу по шекелю. А так это стоит 20 шекелей килограмм, а тут продают по шекелю. Мы не ожидали такого, значит, мы должны влюбиться в супер, да, ведь благодаря ему, тому, что он нам дал больше, чем мы ожидали, то есть мы получили дешевле, чем это там у других, то есть получили больше, чем мы ожидали, да, больше на что мы рассчитывали. Но тут начинает срабатывать такое понимание, что бесплатного сыра нет, где у нас есть бесплатный сыр, бесплатный сыр у нас есть только в мышеловке. И мы понимаем, что, в общем-то, владельцы магазин и магазин делают с нами некую манипуляцию, да. То есть у нас есть чувство, что всё равно на нас наживаются, да. Хотя, надо сказать, что в известной мере, конечно, можно сказать, что мы, может быть, даже и влюбляемся в магазин, где нам дёшево и комфортно покупать. То есть мы привыкаем к некой сети магазинов, где мы пришли раз, два, три, пять, и видели, что нам дёшево и удобно, да. То есть это в какой-то мере тоже, конечно, опять ушёл звук. Я не верю, я не верю, я не верю. Ещё раз пишите, есть звук или нету? Есть звук? Есть, есть звук или нету? Пожалуйста, напишите. Будет жалко, если урок окажется. Пишите, есть или нету звука? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня вроде бы написано, что всё есть. Есть звук? Есть. Ура! Так вот. И мы, тот, кто услышал про магазины, что может в какой-то мере можно сказать, что да, мы влюбляемся в магазины, в том смысле, что если нам в этом магазине удобно и комфортно покупать, то мы привыкаем, и нам действительно это комфортно, не можно сказать, некая влюблённость, хорошее отношение к этому магазину. Давайте теперь попробуем представить себе такую же ситуацию. Жена, которая, посмотрев перед приходом мужа в зеркало, поняла, что она выглядит уставшей и не очень привлекательной. Ну вот, открывается дверь, муж пришёл с работы, и он ей говорит, «Вай, какая же ты красивая сегодня!» Но она-то знает, что она выглядит далеко не красавицей, и тут она начинает думать и просчитывать, да, именно как в том самом супере, да, что просто так не дают дёшево курицу, да, то есть со мной хотят сделать тоже какую-то манипуляцию. Не может же, чтобы мой муж, я знаю, что я плохо выгляжу, почему же мой муж мне просто так говорит комплимент? «Значит, он чего-то хочет от меня!» И вот эта жена сидит и ждёт от него подвоха. Ну вот, проходит вечер, они уже идут спать, спать, и она ему говорит, опять же, хорошие слова, спокойной ночи, доброго вечера. Но она всё равно на чеку. Чего это я-то знаю, что я плохо выгляжу? Чего это? Он мне говорит хорошие слова. Ну, точно, подлизывается. Зачем-то что-то ему от меня надо. Но наступает очередной день, и всё повторяется, и жена теряется в догадках, да, что ему от меня надо, что он задумал, что не бывает, вот эти добрые слова, не бывает этот сыр в мышеловке. Что-то тут не то. А иногда, знаете, когда человек иногда понимает, что это не какой-то трюк. Иногда это происходит, когда любящий его человек уходит уже в другой мир. И тут вдруг ты оказываешься в неком вакууме, и ты понимаешь, что любящий тебя человек, он тебя просто любил. Он просто видел тебя красивой. Он просто хотел твоего успеха. Он просто хотел о тебе позаботиться. И тут люди понимают, что они потеряли, да, что рядом с ними был действительно человек, который их любил. И тут люди понимают свою невероятную потерю. Поэтому условия, про которые мы с вами говорили, что когда ты получаешь больше, чем тебе положено, и ты веришь и знаешь, что это не трюк, да, чтобы от тебя что-то получить. И тогда вот именно с этим доверием просыпается настоящая любовь. Тебя любят не за что-то, не почему-то. Тебе дают и хотят дать много только потому, что тебя любят. Да, а любовь, и это, значит, идет у нас по кругу. Он дает ей, ей хочется сделать хорошо ему, да, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, в этом мире есть люди, которые считают, что им все положено. представьте себе такого человека, который считает, что все в этом мире, он пришел в этот мир, и этот мир построен для него. Есть в этом, так сказать, нечто и правильное, и хорошее, но тем не менее, как такому человеку любить? Да, такие люди могут размышлять, они могут говорить про любовь, но им невероятно трудно и тяжело будет почувствовать эту любовь, да, а если они что-то получат, то они скажут, а, наконец-то, наконец-то они поняли, или он, или она поняла, что я достоин этого, я достоин самого лучшего. Надо заметить, что... Я не буду коммертировать, Алена. Надо заметить, что в наше время, вы писали мой первый муж, да, так в наше время есть очень много разводов. Настолько много, что их не было никогда, скажем, там, 50, 70, 100 лет назад такое количество разводов просто было немыслимо. И это происходит и в религиозных, и у нерелигиозных людей, да. Чуть что-то не по ним, они сразу разбегаются. Что случилось? Что произошло? Любовь стала другой? Или люди стали другими? И я хочу, чтобы мы попытались понять, я знаю, что урок у меня затянулся, немножко из-за того, что сначала было не слышно, но тем не менее, всё равно он долгий. Но всё-таки, мне кажется, очень важно понять эту ситуацию, что последнее время, последние несколько десятков лет, два-три, с самого рождения людей окружает невероятная забота, что мы вроде бы говорили, что это хорошо, и желание дать детям самое лучшее. Но не просто дать самое лучшее, да, а то, что сейчас называется, говорится как бы в тренде, то, что в тренде. Ни в коем случае не хуже, чем у других, да. И дети смотрят на родителей как уже на некую приставку, как на нечто, что ими надо воспользоваться, как вот этим автоматом для вынимания денег, вот как к родителям приходят, да, родители только те, кто обязаны, обязаны им дать, и они абсолютно точно, дети знают свои законы, где и как, и что взять у родителей, если они не хотят это дать. И в результате, давайте подумаем, как называется человек, который управляет всем своим миром, который может получить практически все, что он хочет. Зоя, когда постоянно не дополучаешь, ждешь, это ждешь до того состояния, когда уже просто не веришь. И тогда все килим, все сосуды разбиваются, и ничего хорошего не получается. Тут можно спроецировать то, что ты сам начнешь давать, и это тоже некая такая тема. Если ты правильно сам начнешь давать, то это может привести к тому, что и другой человек в ответе будет давать. Да? Окей. Ну, мы с вами сейчас говорим о чем? О человеке, который получает все от своих родителей, от окружающей среды. Он умеет этим манипулировать и управлять. Да? И этим, этого человека можно назвать, наверное, что этот человек чувствует себя королем своего мира, царем. А некоторые родители, в некоторых таких случаях, они подданные. И вот, представляете себе, поженились две царственные особы. Вроде бы супер, здорово, прекрасно, пришло время создавать свое совместное королевство. Но вот незадача. Поженившись, оказавшись вместе вдвоем, они вдруг, они вдруг видят, что в их королевстве нет подданных. А они привыкли думать, что им все положено, весь мир для них. Как можно сделать человека пресыщенным абсолютно всем? Да? Человеком с сознанием, что у него есть абсолютно все. И все, что есть, это его личная заслуга. Да? Человек, которому все положено, человек, которому объяснили, что он лучше всех. Как можно такому человеку дать чувство, что он получает больше, чем ему полагается? Ведь напротив него ровно такой же человек. И этот второй эгоист, да, он тоже ждет, что позаботится о нем. Он не привык давать. Он берет. И берет, считая, что ему это полагается по праву. Отвечая на предыдущий вопрос, можно ли требовать любовь и заботу? Да? И как ее давать, если это идет уже только от требований? Когда человек ждет, в какой-то момент он начинает требовать, да, почему ты это не делаешь, а мне это надо, а я это хочу, да? И человек уже, человек напротив него, он не в состоянии уже давать, потому что он чувствует, что это некое насилие, это уже не идет от его собственного желания. А его желание неоткуда возникнуть, «Человек, который хочет любить и быть любимым». Павел Дельманович, вы у меня царь, поэтому... Итак, «Человек, который хочет любить и быть любимым», слушайте, Павел Дельманович, «Должен убегать от гордыни и стремиться к скромности». Что нам советуют наши рыбани? Они советуют каждому из нас быть анавом, человеком скромным и боящимся Всевышнего. Зоя, вы не правы. Эта ситуация в ваших руках, если вы захотите, мы поговорим с вами потом отдельно и лично, или наоборот, я сделаю урок для всех, что делать, когда муж-король, а ты никто, как этого не допустить, и наоборот, как это уметь изменить. Рабаним советует нам быть анавом, скромным человеком, боящимся Всевышнего. Что такое анава, что такое анава? Это определенный сорт скромности, и она принадлежит только тем, кто по-настоящему боится Бога. Тот, кто думает про себя, что он ноль, это не скромный человек. Этот человек действительно ноль, он не анав. Кто я такой? Я никто. Так может, действительно ты никто. А тот, кто думает про себя, что он прямо, вот прямо на сто процентов хорош, а на самом-то деле за этим ничего нет и есть ноль, этот человек называется кем? Обманщиком. Просто обманщиком. А тот, кто знает, что он аж прям вот на сто процентов хорош, но говорит, что он ноль, то это и обманщик, и гордец. Всевышний дал ему так много, а он говорит, что это ничего. А вот тот человек, который говорит, что он, вот все у него есть, на сто процентов он, и он действительно на сто процентов, но он считает, что вот действительно я всего сам достиг, я так много работал, я так тяжело работал, я так учился, да я всего доказывался, да я, да я, да я, да я. Что этот человек? Кто этот человек? Да, он всего просто гордец. Он просто гордец. А Анаф – это тот человек, который говорит, что да, он на сто, и он действительно на самом деле на сто, но он считает, что все это ему дал Всевышний. Он просто воспользовался тем, что ему дал Всевышний, и благодарит Всевышню постоянно за это. Кстати, разница между Цануа, называется скромным, да, и Анафом, который тоже называется скромный, в чем? Что скромный – это тот человек, который, достигнув многого, считает, что это его заслуга, и он просто не хочет, чтобы другие про это знали и видели. А Анаф – это тот, кто знает, что он достиг всего на сто процентов, но это только благодаря Всевышнему и от Всевышнему. Поэтому Анаф – это тот человек, который сможет понять и оценить, что кто-то ему дает больше, чем ему полагается. Ведь всё, что у него есть, не его, это Всевышнего. Ему он считает, ну что мне полагается, всё, что я заработал, всё мне дал Всевышний. В этом вся, как бы, соль. Именно в этом вся соль. Только внутренняя духовная скромность, она даёт возможность человеку почувствовать именно, что мне дают. И наоборот, желание дать другому человеку. Только если… Мы не успеваем с вами рассмотреть всю ситуацию. Урок действительно, почти час, это очень много, вместо 20 минут. Но я пыталась и хотела довести до вас понимание, что человек, у которого есть всё и есть в избытке, и он не может любить, он не может быть счастлив. Ужас какой-то, да? Это звучит совершенно ненормально. Ты можешь ценить хорошее, только когда ты скромен, ты, она, скромен именно в этом понимании. Да? То есть всё от Всевышнего, и в этот момент это возвращается нам любовью, и это относится как и к семейной жизни, так и в отношениях с другими людьми. Представьте себе, вы на работе, и у вас есть начальник, и при том, что вы знаете, вы абсолютно чётко и точно знаете, что вы знаете в 5 раз, в 10 раз больше, чем этот начальник, да? Но если при этом вы не будете считать вот этот дурак, а я умный, и мне полагается вообще сидеть на его месте, при этом будете чувствовать себя всю жизнь отвратительно, вам будет плохо, вашему начальнику будет плохо, да? Но если вы скажете, да, я знаю, мне это дал Всевышний, но ведь Всевышний знает, кого, куда и зачем посадить, да? И я буду уважать желание Всевышнего, чтобы этот человек находился там, на этом месте, и вы дадите ему уважение, и это вернётся вам тоже уважением и любовью, да? Поэтому давайте другим, не думайте, что вы обеднеете от того, что вы что-то даёте, говорится, что если горит свечка, и мы переносим огонь на другую свечку, от нашего огня не становится меньше, наоборот, мы увеличиваем, увеличиваем любовь, увеличиваем этот огонь, и это в руках каждого из нас. Так что всего вам хорошего, я надеюсь, что смогла донести вам некоторую информацию о том, что такое любовь, как мы можем её правильно строить в нашем мире, и если есть вопросы, пишите, я с удовольствием вам отвечу. Всего хорошего, до свидания. Так, теперь ещё он не выходит отсюда. Сначала не было звука, теперь а, вот уже могу выйти. Всего хорошего.